но тут был центр радушный вот они начинаются вот тут карман можно остановиться вот просто вообще переночевать в машине если вы например едете на грузовой вот и сейчас начнутся уже кемпинги и слева и справа возможности буду вам показывать единственное что здесь местность такая скальная то есть обрывистая и что попасть на пляж нужно будет спускаться по ступеньку видите море как бы внизу находится вот автокемпинг малышок вот песчаный пляж название не изменилось ребята вот он заезд домики те же все да даже холодильник и те же все то же самое не изменилось а значит вы просто посмотрите выпуск а вот хозяин кстати вот и хозяина той же жигулёхи даже ездит посмотрите этот выпуск я ссылочку оставлю в описании его коронная фишка да но здесь уже такие волны затяжные плавные заходы я думаю что вот строится отельный центр такой большой санхаус какой-то будет смотрите сосны сосны на великолепно солнечная прикольная а вот мы заезжаем в лермонтов вот и начинается жебуселок ой какой а там чистое море варить какое тут грязное море а там чистое вот где вот это сейчас мы покушаем и прогуляемся по набережной ребята всем привет вы на канале семья на чемоданах меня зовут славян вот мой инстаграм подписывайся если еще ответ да это родион артем насенька на насе instagram подписывайтесь сегодня мы сегодня мы приехали поснимать для вас лермонтово лермонтово тот поселок который всегда лопается от наплыва туристов покажем этот поселок погуляем по набережной зайдем какую-нибудь столовую перекусим пообедаем заодно покажем вам по сценам мы здесь отдыхали отдыхали восемнадцатом на всех году в девятнадцатом году до в начале выпуска я вам сказал что мы останавливались с кемпинге но туристов здесь действительно было предостаточно не буду затягивать давайте начинать в общем ребята здесь такая туристическая улица есть сразу вот магазин магнит есть сразу магазин пятерка когда здесь много людей тут ребята вообще нет нету мест припарковаться вы сейчас видите пустые улицы мы даже немножко сами попутали потому что когда мы здесь были мы видели здесь огромнейшее количество людей она закрыта насти мы зашли в нашу столовую в которой вон там она есть в которой мы кушали когда здесь жили да с нашими друзьями они за все закрыты две столовые слове номер один и бирюза закрыты сейчас наверное попробуем зайти вот в эту столовую столовая 21 называется у нее здесь почти целый комплекс красивая ухоженная территория но вот эта часть вся закрыта а вот это по моему открыто сувенирные всякие палатки и вот уже там набережная и морем сейчас пока пойдем кушать просто посреди столового видите растет дерево молодцы что не срубили вот так оккультурили людей достаточно значит мы здесь по кушаем сейчас по ценникам пробежимся я вам все покажу так вот цены ребят ставьте на паузу смотрите такие тортики блинчики салатики мы кстати вот взяли тортик сейчас покажу что мы купили сколько вышло тут дальше смотрите рыбка выглядит все конечно очень красиво так прям при вас накладывают все по весам чтобы порция соответствовала указанным граммам капец как неудобно ни табличка в ходе ничего уже все набрали говорят что настолько наличными перевод нельзя карту нельзя это конечно минус минус вообще всего нашего побережья и так мы взяли короче две пирожки детям котлеты куриные два чая торт нас есть борщ хлеб мне какой-то суп взяли и смотрите у нас получилось на восемьсот семьдесят четыре рубля до хрена но до хрена и зачем из-за того то что торт 150 котлета а нет короче из-за торта все ребятки нам приятного аппетита быстро кушаем и идем гулять по лермонтову смотрите самое первое что здесь есть из неудобств ну как я считаю это то что вот как вы видите да нигде нельзя перейти дорогу перейти дорогу можно пешеходного перехода только вон там вдалеке а здесь нужно подниматься вот так на мост по мосту и спускаться я считаю что это немножко неудобно вообще по моему здесь раньше стоял светофор если не память не изменяет там три года назад он по моему здесь был что мы поднялись я хочу вам показать как выглядит лермонтова с высоты данного моста ребята гляньте какое грязнющее сегодня море хотя если смотреть вон туда вдаль там оно не такое и вон с той стороны там где вот автокемпинг малышок то что мы с вами в самом начале проезжали там тоже море не такое грязное гляньте как это все смотрится вот эти все красивые дома и отельчики здесь летом конечно пробки вот эта сторона там есть парк с аттракционами но походу там ничего не крутится пщаный пляжик слушайте ну как пляж до огонь но пока веж сезоне давайте с вами пройдем на пляж покажу вам что там есть это пляж пляж золотой он вообще там в трендовый прям на нашем побережье сюда действительно приезжают многие отдыхать потому что песочек потому что очень плавный заход не здесь конечно но даже если вы снимаете как костюм номере здесь до моря идти с любой по моему точки близко все вот мы с вами на набережной здесь устроится еще видите все достаточно так спокойно неоживленно ну вот сами видите большое количество палаток закрыта пойдем справиться с вами обычно итак смотрите сколько тут катамаранов значит пляжный сезон здесь открыто вот такой туристично туристический палатный пока нет классно гляньте какой песочек давайте поближе вам покажу мелкий мелкий сушки клевенько до катамаранов очень много настил который видимо разбила либо морем мне очень хочется в это верить либо ну вот так как-то бросили а море то какое о это водоросло сынок да глядите глядите сколько нам было водорослей да здесь походу тоже был сильный шторм мухи садятся не ребята и купаться тут мы точно не будем хотя вон сотрите находятся люди дети и дети купаются ну ладно аптек здесь достаточно сходите не но не я вообще ни в коем случае рекомендую купаться такой грязной воде и вон там дальше тоже можете заметить что тоже купаются капец заход здесь море песчаный такой с мелкой мелкой галеки дай давайте пройдем с вами по береговой линии да это дети причем пройдем по береговой линии посмотрим что здесь есть меня кстати знаете чем катывают вот такие вот зонтики из сухих пальм прикольно но люди конечно вообще оторванные в такой воде купаться это конечно кобздец ой главное не ныряйте женщина смотрите как здесь открывается потихоньку водорослей да слушайте я удивлен ну вот вам пожалуйста пляж золотой но вы не переживайте потому что здесь два два или три дня на берегу были сильные волны был шторм непогода поэтому вообще здесь в целом летом в июле там в августе здесь очень хорошо сюда горю слетается очень много людей здесь классно но предупрежу сразу если выберите для своего отдыха этот пляж ребята он вообще забит нереально здесь народа очень много поэтому мы всегда уезжали вон туда вот где вот эти скалы там находятся все кемпинги и там хорошо спокойно да вообще копец как вот это же должны наверно убирать будут или это обратно все море уйдет а вот там еще люди купаются причем ныряют мне кажется драйся причем знаете что людям которые приехали по ходу дня на 3 на недельку им по ходу реально все равно за окунаться так лежаки платные видите таблички есть но цен нету вот с 8 до 19 но цен нету поэтому по ценам я вам не подскажу да по ходу он вся семья прям зашла а вот тут прикольные кстати то что это заведение а это ресторан я думал такие отели тут кабинка переодевалка грудь зашел прикольно слушайте люди вообще купаются о его я вообще не знаю как они это делают отель сезона кафе прямо на берегу слушайте в целом здорово но говорю вот погода из-за моря подвела сейчас в принципе кстати по моему тоже по яндекс погоде будут дождики поэтому кто соберется в лермонтово там ближайшие 10 дней то учтите что будет вот такая вот история поэтому гуглите погоду посмотрите другая сторона пляжа но здесь все то же самое навесы которые никак не функционирует привезли вот тут плитку я не знаю возможно и будут вложить ближайшее время аттракционный парк ничего не работает возможно здесь так вот сделают набережи ну да они по крайней мере делаю там выкладку значит что то здесь будет красиво но просто дело в том то что уже сезон то как бы наступил люди до сюда уже едут получается что приезжают вот в такую историю вот пляж ребята золотой вот так вот он выглядит сами все видели показываю вам как есть без приукрас на сегодняшний день море такое и ближайшие дни будет уж такое потому что я вам сказал раньше не погода ну что ребята вот такой вот выпуск на сами получился вот такой вот лермонтово если честно я немножечко расстроен потому что к сезону не готово море вот такое вот я думаю что многие кто здесь сейчас отдыхают они немножко тоже приуныли как вам пишите как всегда в комментарии я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока